Кирпич на честном слове. Сотрудникам завода Тольяттинский кирпич два месяца не выдают зарплату полностью. Дошло до того, что люди уведомили руководство и остановили производственный процесс. В ситуацию пришлось вмешаться правительству области. Сегодня комиссия выехала на предприятие с инспекцией. И вот, наконец, появились конкретные сроки по выплатам. Подробности у Анны Ивахиной. Рабочая комиссия регионального правительства выехала на завод Тольяттинский кирпич. Ситуация на производстве накалилась настолько, что уже требует вмешательства и помощи извне. Слесарь Олег Фомин рассказывает, последнее время зарплату выдают небольшими частями и не полностью. Под Новый год лично он получил 6 тысяч рублей при окладе в 20 тысяч. Подработки берут люди, чтобы просто как-то выходить из этого. Очень сложно людям. Потому как бы все вот это, попытались обратить внимание общественности. Всего на предприятии 176 человек. Работники на общем собрании 14 января выразили протест и уведомили руководство о приостановлении производства. Директор Александр Баранцев подтвердил, долги перед людьми действительно есть. На сегодняшний момент у нас существует задолженность в размере около 5 миллионов рублей. При фонде оплате труда где-то порядка в среднем около 3 миллионов. Во-первых, повлияла сезонность предприятия. Во-вторых, переход Нового года, 10 дней у нас праздников вылетели. Не позволили как бы аккумулировать где-то деньги в работе. Поэтому она как бы сложилась в таком виде. К ситуации подключилась и прокуратура Автограда. Прокуратура центрального района была проведена проверка с привлечением специалистов по соблюдению трудового законодательства. В рамках проверки были выделены нарушения трудового законодательства, касающиеся времени выплаты, заработной платы. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования. Но куда важнее для людей конкретные сроки. Представители правительства области провели оперативное совещание на базе предприятия. Пригласили на него и членов инициативной группы рабочих. Мы договорились о определенных шагах по выходу из этой ситуации. Если с сегодняшнего дня возобновлены работы по запуску производственного оборудования, то с завтрашнего дня будет составлен график выплаты платежей по заработной плате. Соответственно, определенная напряженность будет снята. Руководство завода пообещало полностью закрыть долги по зарплате в течение двух месяцев. Уже во второй половине дня, 16 января, рабочие начали готовить оборудование цехов к запуску. Эта ситуация на личном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. 17 января зампред правительства Александр Фетисов проведет совещание с директором и сотрудниками Тольяттинского кирпича. Анна Ивахина, Дмитрий Алатарцев. Новости губернии. Тольятти. Дмитрий Алатарцев. Новости губернии. Тольятти.